Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! И мы продолжаем изучать Тору. Сейчас перезагрузится компьютер, и мы начнем... Попробуем тоже в Телеграме выйти. Не мог выйти в Телеграм. Поставил перезагружаться. Это как раз то, о чем мы сейчас изучаем. В Торе в недельной главе 10 казней, это было не просто 10 10 каких-то проявлений Всевышнего. Это была перезагрузка мира. То есть на тот момент мир переходил на новый способ управления. То есть есть... В больших системах есть разные способы управления. И этот мир, в котором мы живем с вами, он тоже система. Есть создатель системы, Бог, который сотворил это мироздание. И он вначале, он его сотворил вот в таком формате. Да, был только один человек, первый человек, Адам решен. И когда появился Адам решен, первый человек, то все мироздание, они начали говорить, кадош, 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 это... что они увидели в нем Бога, потому что он реально был проявлением Бога в этом нижнем мире, в материальном мире. Потом Бог чуть-чуть упростил схему, то есть он себе сделал... Весь этот мир, это можно так сказать, это проявление Бога. То есть весь мир, есть такая прекрасная книга, Маска Вселенной. И именно Маска Вселенной, весь этот мир, это проявление Бога через разные форматы. То есть все в этом мире, представляете вообще, какая идея, что все в этом мире, это проявление Бога в разных форматах. Сейчас вот мы попробуем еще раз зайти через Телеграм, и в Телеграме, в канале Ваикра. Сейчас мы посмотрим, проявятся в сегодняшний час видео-чата, или нет? Смотрим. Так. Ну, непонятно пока. Проявился или не? Проявился. Нет, не проявился. Так, трансляция началась, подключиться. Видео. Есть. Вот видите, как работает мир? То есть, Тора нам говорит конкретный закон. Игатов, и Мацата, Таамин, старался и нашел, верит. И с первого раза не всегда получается. То есть, я вам скажу, что даже у Бога, даже у Бога, когда он сделал первую попытку мира, первая попытка мира, это была до потопа, мир до потопа. Он стер этот мир. То есть, первая попытка была неудавшаяся. Поэтому, если даже у Бога была первая попытка неудавшаяся, так если первая попытка у вас не получается, вот у меня не получилось первый раз взять, это значит, что надо сделать второй раз. Все, второй раз получилось. Поэтому мы сейчас, кто хочет слушать телеграме, с картинкой, имеет такую возможность. А мы открываем глава, глава Бог. Пойдем. Бог сказал, Пойдем вместе со мной. И, значит, вторая книга у нас, вторая глава второй книги и второй день. У нас сегодня все. Вторая попытка, видите? Вторая глава второй книги, второй день. И мы приближаемся к восьмой казни. Именно к восьмой казни. Значит, закончилось у нас вчера, что Моше Рабейну от имени Всевышнего предупредил фараона, что будет саранча. Вот саранча, я когда сегодня слушал и учил это, мне очень оно интересно пришло сравнение. И сказал Бог Моше, протяни руку твою над землей египетской и значит поднимется саранча над землей египетскую и скушает она всю траву на земле все, что оставил Град. И протянул Моше руку, а протянул Моше Матео свой посох над землей египетской и Бог, значит, включил ветер восточный он дул весь день и значит принес саранчу. Она такая была, ее столько было много, что она закрыла закрыла солнце, стало темно. Прям слой такой был саранчи, стало темно. Интересно, что мне это напомнило? Дроны. Саранча, она как дроны. То есть, только физические дроны. Бог привел эту саранчу и что она начала делать? Всю она покрыла границы Египта и не было никогда такой саранчи и после не будет. И покрыла она всю землю и скушала она всю траву, все плоды, все, что оставил Град, все она скушала, всю зелень вообще она села. Вы знаете, до сих пор, до сих пор, я буквально несколько лет назад видел в новостях сообщение, что полчища саранчи уничтожили весь урожай там в Африке где-то, в том же Египте бывает саранча. То есть, саранча это страшное бедствие. Но сейчас приходит саранча, я не знаю, приходит стая какая-нибудь там, я не знаю, 10 миллионов, 100 миллионов саранчи, а то пришло миллиарды, то есть, полностью эта саранча все закрыла. И поспешил фараон, позвал он Маше и Аарона и сказал, хатателя ашем и локехем, я согрешил перед Богом всесильным вашим в Элахем и перед вами. Вот здесь мы видим еще раз, что посланец Всевышнего, он как Всевышний. То есть, когда ты выполняешь заповедь Всевышнего, то ты с ним соединяешься и поэтому фараон говорит, я согрешил перед Богом вашим и перед вами, потому что в момент, когда человек выполняет заповедь Бога, то что, то он с Богом соединяется в одно целое. Значит, кричит фараон, все согрешил я, ва-та-та-та-та-та-та-та-ти-а-ха-па-ам вэ-ти-ру, пожалуйста, простите мой грех хотя бы в этот раз и помолитесь Богу всесильному вашему вэ-я-сэр мэ-ла-э-рак э-та-ма-вэ-тазэ и он уберет с меня эту смерть. Значит, здесь уже включилась у него страх, да, такой страх, потому что, действительно, если не останется ничего, что кушать, старанча все съест, то как же будет, как выживут люди? Войце Машер-абайну вышел от фараона, помолился Богу и перевернул Бог ветер, сильный ветер и он начал идуть в другую сторону и сбросил всю саранчу в Средиземное море. Луни-Шар не осталось ни одной саранчи во всех, во всех, значит, границах Египта. Тоже здесь интересно, говорит Уснаторо, не осталось ни одной саранчи, даже египтяне, которые понимали, что саранча сейчас все съест, а саранча, если ее так приготовить, она питательная и вкусная. И они, значит, ее солили, солили они ее, засаливали, засушивали, как-то они хотели, думают, ладно, будем есть саранчу. Исчезла. Ни одной не осталось, то есть, это была необычная, опять же, может ли это была и обычная саранча, мы всегда пытаемся Бога запихнуть в свои представления о том, как бы я сделал на месте Бога, или как я привык, чтобы было, вот если есть саранча, так она не может исчезнуть. Но в этом есть и был смысл этих египетских казней, показать еврейскому народу, всему миру, на все поколения, что мир этот существует только по воле Бога. Вы можете спросить, а почему тогда Всевышний нам не показывает эти чудеса? Почему не показывает? Сейчас узнаем, это очень хороший вопрос. В общем, не осталось ни одной саранчи. Вайхазек Ашемет Лев Паро и Бог усилил сердце фараона. Он фараону изменил мышление, грубо говоря. То есть написано в Мишле, что сердца царей в руках Бога. Коль машерцейте, куда Бог захочет, туда он поворачивает их сердца. И мы видим, что он тоже здесь усилил сердце фараона. Велошелахеднестрейль и он после этого Моше приходит и говорит, ну, помолился, все, ты же отпускай. Он говорит, кто? Говорит, ты кого? Народ Израиля куда? Ну, тут же все понятно, Машер Абену понял, что никуда он никого не не хочет отпускать. Хорошо, и сказал Бог тогда Моше, а теперь протяни руку свою на небо и пусть будет темнота над землей египетская. И чтобы эта темнота была ваймэш, она чтобы чувствовалась физически. Бывает темнота световая, а это он говорит, чтобы была, сейчас будет темнота, ощущаемая киноэстетически, да, на уровне кожи. и протянул Моше руку к небесам, и наступила темнота. Афыла это, афыла еще больше, чем темнота, то есть, есть темнота, а есть афыла, это прямо какая-то чернота, на всей земле эгипетская. Три дня была просто темнота, ничего не было видно. Вло рау иш эд ахив, не видел человека ближнего своего, и потом еще три дня была темнота, что не могли встать. Три дня. Но для всех на Истраеи, для всех сынов Израиля был свет в их жилищах. То есть, в земле Гошин был свет, и есть устная тора, предание говорит, что там, где они заходили, свет заходил с ними. Опять же, еще раз, давайте поймем, что это не было, как мы видим сегодня. Вот кто одевал, кто пользовался, сейчас уже начали делать VR-очки, дополненная реальность. Ты одеваешь очки, и у тебя полное очищение, что ты находишься в каком-то пространстве, что ты это видишь, что ты действуешь, что твои движения, то есть, это настолько такая иллюзия, что ты находишь, что то, что ты видишь глазами, это такой объемный новый мир, что, ну, сложно передать это, объяснить, но это есть уже, это уже есть. Теперь, когда мы, когда мы читаем вот эти 10 казней, мы думаем, что было все так же, как сейчас, как мы видим. И в этом и смысл того, что мы читаем это каждый год, и на Песах, вот, Песах, это исход из Едипта, самый главный, семидневный такой праздник, семь дней он длится, есть Лейл Седер, та ночь, когда был исход из Едипта, мы сейчас к ней приближаемся, к этой ночи, значит, все вот мы к ней сейчас идем, это кульминация. И в эту ночь, ровно в это время, как был исход из Едипта, собираются все евреи, уже 3334 года, и рассказывают своим детям, тем, кто к ним присоединяется, всем рассказывают, как это было, про все 10 казней, это называется Агада Песах, да, прям во всем мире, во всем мире одинаково, одна и та же Агада, все, все одни и те же события описывают, зачем, почему это происходит? Для того, чтобы понять сущность Всевышнего, и понять бессмысленность, абсолютную полную бессмысленность идти против Бога. То есть человек чем занимается? Он все время пытается в этом мире организовать себе хорошую жизнь, все люди пытаются, от самых несчастных, они пытаются улучшить свою несчастную жизнь, до самых успешных, которые пытаются улучшить свою успешную жизнь. Но когда они это делают, не зная, как устроен мир, не зная божественные заповеди, идя против Бога, то у них вместо улучшить, получается ухудшить. То есть они вместо того, чтобы сделать что-то хорошее, они получают, получают какие-то огромные-огромные проблемы, неприятности и так далее. Теперь мы здесь изучаем именно то, кто такой Бог. Я недавно читал такую, как историю известную, что был один парень, он учился в Яшиве. Эту историю я слышал в нескольких интерпретациях. Одна интерпретация, как один комсомолец, такой, после войны, пришел к раввину и говорит, я буду с вами дискутировать, что Бога нет, я вам сейчас докажу. А раввин говорит, ну, а что ты понимаешь под словом Бог? Тот ему объяснил, раввин говорит, ты знаешь, нам не о чем дискутировать, в того Бога, в Которого ты не веришь, я тоже не верю. И это идея, что люди, которые не верят в Бога, они не в Бога не верят, они не верят в то слово, которому, и в то, что они наполняют за вот этим словом. И как говорят, а вот какой-то ученый там не верит в Бога, так он может быть миллион раз ученым, но он, когда говорит слово Бог, за ним может не стоять ничего, потому что ученый изучать может физику, математику, химию, но если бы он просидел несколько лет в Ешиве, и если бы он в Ешиве изучал кто такой Всевышний, непостижимый Всевышний, может быть, тогда он бы понял, и то не факт, Бога нельзя понять и постигнуть, но можно так сказать, что если человек не верит в Бога, то в нем, в человеке, или в его понимании слова Бог, есть какая-то системная ошибка и проблема. Теперь, как-то был такой великим мудрец, рабистроился Лантер, и он, и он, я жил он где-то лет 150 назад, и он остановился в гостинице, и там был хозяин гостиницы, который, такой еврей уже, не религиозный, не соблюдающий заповеди, и он очень сильно хвастался, что у него дочка учится в консерватории, и он прямо рассказывал, что дочка моя учится в консерватории, она такая скрипачка, вообще, значит, просто скрипачка, скрипачка. Рабистроль, Салантер, слушал, потом Рабистроль начал с ним разговаривать про Бога, тот говорит, я в Бога не верю, я в Бога не верю, потому что, если бы Бог захотел, он бы показал бы нам чудеса, он бы всех заставил себя поверить, он бы показал нам все чудеса, и тогда бы, вот, море бы раступилось, если бы при мне сейчас тут потолок раступился, там, все, я бы поверил. Рабистроль говорит, так, мы в Песах, мы сидим, вспоминаем, были чудеса, он уже все доказал, тот говорит, нет, если бы он мне доказал, я бы поверил. Рабистроль говорит, хорошо. Значит, потом на следующий день как раз приехала дочка его этого, хозяина гостиницы. Он ее встречает, радуется, все. Рабистроль говорит, а я не верю, что она умеет на скрипте играть. Говорит, пусть она сыграет, пусть докажет, что она умеет играть. Хозяин гостиницы так на него возмутился. Говорит, послушайте, говорит, мужчина, если, говорит, моя дочка учится в консерватории, у нее есть диплом об окончании консерватории, она играла в самых лучших концертных залах. Что она, каждому должна на улице доказывать, что она умеет на скрипте играть? Она уже доказала. На что Рабистроль ему сказал, слышали твои уши, что твой язык сказал? Мы с тобой вчера говорили про Бога, и ты требовал от Бога доказательств лично тебе в каждом поколении, что Он делает чудеса, управляет миром. А когда я попросил твою дочку сыграть, ты сказал, слушай, а что она должна доказывать? Она уже все доказала. Вот как раз это был ответ на вопрос, почему Бог в каждом поколении не делает эти 10 казней. Я вам скажу больше. Есть в устной теории, одна есть очень интересная такая, как предание, что когда было три дня, три дня была темноты, полной темноты, а потом было три дня, когда египтяне не могли двигаться. Рассказывает устная Тора, что в это время, в первых три дня, умерли те евреи, прямо так написано, это Раша-комментатор пишет, что в еврейском народе были злодеи, которые не хотели выходить из Египта. И прямо они так названы, злодеи, которые не хотели выходить из Египта и получать Тору. Даже в том поколении, даже видя Машера Бейну, даже видя казни, даже в... Они до этого были в рабстве, вообще в самом последнем рабстве. Им сейчас говорят, вот сейчас мы пойдем в землю текущую молоком и медом, и Всевышний вам сюда, смотрите, Всевышний как делает, вот он вас освободил из рабства, они говорят, никуда не пойдем, вообще никуда не пойдем, и нам здесь нравится, мы будем служить египетским богам, ну и что, что египтяне погибли, они хорошие люди, ну и что, что они нас угнетали, ну сейчас-то мы их будем угнетать. В общем, написано, в эти три дня темноты умерли все вот эти вот злодеи в народе Израиля, и их похоронили во вторые три дня, чтобы... А почему это было в темноте? Чтобы не могли египтяне сказать, что, а, это не Бог делает казни, раз евреи тоже умирают, это просто стихийное бедствие. Но устная Тора нам сохранила вот это предание, что... Что умирали, да, умирали евреи, в том поколении были те, которые не поверили все равно в Бога, представляете? Поэтому это большой выбор каждого из нас, и большой выбор, и большая из этого награда, потому что даже вот при всех прочих равных выбрать и повернуться и служить Богу намного тяжелее, чем бухать, например, да? Бухать это просто берешь, наливаешь, выбиваешь, все, у тебя жизнь налаживается. Потом, правда, плохо. Потом опять наливаешь, выбиваешь, опять жизнь налаживается. И так можно годами, как бы, если есть запас алкоголя, можно годами налаживать жизнь, пока цирос печени не прекратит это налаживание, да? Вот. А заповеди соблюдать сложнее. Хорошо, дорогие друзья, все, всем удачи, успехов, хорошего дня, чтобы Всевышний озарил ваши души светом Торы, чтобы вы соединились с ним в своих молитвах, и чтобы мы соблюдали заповеди Всевышнего и удостоились, чтобы Всевышний слышал наши молитвы и дал нам хорошую жизнь в этом мире и хорошую жизнь в мире грядущем. Все. Удачи, успехов. И чтобы, наконец-то, наступил мир, чтобы современные фараоны, они, они, значит, все-таки это же куклы, они все, куклы в руках Всевышнего, и чтобы мы достучались до Всевышнего, и Всевышний этим фараоном нажал там на нужную кнопочку, чтобы война прекратилась. Все. Удачи, успехов. До завтра. Счастливо.